Одной из величайших строек СССР, безусловно, стал Беломорско-Балтийский канал, введённый в строй в 1933 году. Однако он же остаётся предметом острой критики за использование принудительного труда заключённых и большие жертвы. Тем интереснее узнать, что сегодня власти не только вновь обсуждают идею привлечения осуждённых к строительству инфраструктуры, но и планируют большую реконструкцию Беломор-канала. Об этом и не только в сегодняшнем выпуске. Строительство Беломорско-Балтийского канала, соединившего Белое море и Онежское озеро было начато в 1931 году по инициативе Иосифа Сталина, а завершилось уже 2 августа 1933 года. Для сравнения, Суэцкий канал длиной 160 км строили 10 лет, Панамский канал длиной 80 км строили 28 лет, Беломор-канал длиной 227 км построили за год и 9 месяцев. На этот без преувеличения трудовой подвиг было брошено 280 тысяч заключённых, вооруженных примитивными орудиями труда. Многие из них погибли на стройке, что до сих пор является поводом для жёсткой критики всего проекта. Однако за критикой часто теряется понимание сути происходившего. Идея строительства канала впервые была высказана ещё Петром I, когда во время Северной войны ему пришлось по земле волоком тащить два фрегата из Белого моря на Онежское озеро. Канал дал бы возможность быстро перебрасывать военный флот и это понимали и все последующие правители, но ни у кого не находилось денег на сверхдорогую стройку. Точно такая же проблема встала и перед молодой советской властью. Отсутствие водного пути тормозило хозяйственное освоение Севера, планы разработки нефтяных и горно-рудных месторождений, в которых отчаянно нуждалась страна. А в 20-е годы начало резко расти и военно-стратегическое значение канала. Расскажем о нём после сводки позитивных новостей. Первый полёт совершил очередной серийный поисково-спасательный самолёт-амфибия Бе-200ПС, а также тяжёлый транспортный самолёт Ил-76МД-90А. На Иркутском авиазаводе открыт цех окончательной сборки самолёта МС-21. Завершён первый этап испытаний газогенератора ПД-8 для новых самолётов Суперджет-100. На «Звезде» заложен новый газовоз, на Камчатке – рыболовный Сейнер, а в Санкт-Петербурге спущен на воду патрульный корабль проекта 22-120. Челябинский механический завод запустил в производство новую модель автокрана на шасси «Урал», а «Четра» – бульдозеры с новым экономичным двигателем ЯМЗ-536. На Ямале запущен новый нефтегазовый промысел, в Тверской области – логистический комплекс компании «АвтоВАЗ», в Курской – новый торгово-распределительный центр, в Нижнем Новгороде – производство трубопроводных систем, в Новосибирске – производство аэрозольных баллонов, в Удмуртии – новое мебельное производство, в Ярославской области – открыта фабрика мороженого. Уже в 30-е годы у советского руководства было понимание неизбежности большой войны и срочной необходимости создавать Северный флот. А для этого предстояло перебросить с Балтики в Белое море корабли малого и среднего водоизмещения, что можно было сделать только с помощью канала. К тому же все 20-е годы в Белом море шла так называемая «тюленья война» между СССР и Норвегией из-за биологических ресурсов. Каждую весну сотни норвежских и английских траулеров входили в наши воды и варварским методом били тюлени и китов под прикрытием военного флота. Советская морская погранохрана на малых судах не могла этому препятствовать, а все дипломатические запросы Норвегия игнорировала. Это нужно было срочно прекращать. Однако проект канала оценили фантастическую по тем временам сумму 535 млн. рублей. У страны её не было, занимать валюту у иностранцев в то время уже было сложно и рискованно. И именно поэтому, а не по причине какой-то особой кровожадности власти было решено использовать труд заключённых, что позволило сбить стоимость до 60 млн. рублей. 280 тыс. человек днём и ночью вгрызались в горную породу, валили лес и строили плотины. Умирали, но дали стране одно из величайших сооружений – Беломор-канал. Его стратегическое преимущество проявилось мгновенно. Как только по открытому каналу в Белое море прошли советские подлодки, Норвегия сразу же изменила свою позицию и прекратила браконьерство. Всего же в период с 1933 по 1941 год по Беломор-каналу было переведено на север 10 эсминцев, 3 сторожевых корабля и 26 подводных лодок. Это сыграло важную роль в обороне в годы Великой Отечественной войны. Недаром нацисты изо всех сил пытались бомбами стереть канал с лица земли. После войны сооружения канала были восстановлены, а потом он неоднократно претерпевал модернизацию и в итоге стал частью единой глубоководной системы европейской части РСФСР. Канал продолжает функционировать и в наши дни, на нём действуют 5 гидроэлектростанций, которые снабжают регион электричеством. Помимо грузовых, по каналу курсируют и туристические суда. Всё это даёт больше тысячи рабочих мест, делая Беломор-канал крупнейшим местным работодателем. Но сделать можно намного больше. Хотя последние годы объём перевозок по Беломор-каналу растёт и даже в 2020 году он временно снизился всего на пару процентов, потенциал его гораздо больше. Однако для кратного роста необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, расширить габариты канала. Суда конструкции 60-х годов прошлого века он обслуживает без проблем, но современные не проходят ни по ширине, ни по осадке. Это касается как грузовых судов, так и круизных лайнеров. В частности, в Карелии находятся большие запасы камня, который необходим стране для дорожного строительства и в качестве крупного заполнителя для бетона. Но вывозить его автомобильным и даже железнодорожным транспортом слишком дорого. В то время как расширение габаритов канала могло бы поставить дело на поток. Во-вторых, для насыщения канала грузами необходимо и дальше развивать промышленный потенциал Карелии, которая пока что считается отстающим регионом. В-третьих, развитие канала неразрывно связано с развитием Севморпути и Арктического региона. Принимая во внимание всё вышесказанное, вырисовывается отдельная концепция. Мероприятия по развитию Беломорканала были включены в индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Карелия до 2024 года. Однако местные власти просят включить её и в транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2035 года. Это позволит рассматривать канал как часть большой системы, ведь его развитие не имеет смысла без развития прилегающих к Белому морю портов, автомобильных и железнодорожных дорог и аэропортов. В частности, в этом году начнётся проектирование морского груза пассажирского порта в городе Кеми. На прошлой неделе подписано соглашение о строительстве в Сегеже целлюлозобумажного промышленного кластера за 178 млрд рублей. Ещё 278 млрд рублей будет выделено на проект «Белкомур» – железную дорогу, которая соединит Белое море с Транссибом и Уралом, а если брать шире – Скандинавию со странами Азии. Таким образом, сегодня развитие легендарного Беломорканала – это часть большого промышленно-логистического проекта, каждый элемент которого призван усиливать друг друга. Вопрос использования труда заключённых на стройках страны остаётся открытым. И хотя, судя по свежим опросам общественного мнения, 70% сограждан поддерживает такое решение, полагаем, что оно едва ли станет массовым. Просто потому, что в наши дни это дорого и если мыслить стратегически, то лучше вкладываться в подготовку квалифицированных кадров и расти для страны достойную рабочую смену, начиная со школьной скамьи. И не забывать, что массовое привлечение заключённых – это крайняя мера, которой, надеемся, возвращаться нам уже никогда не придётся. Будем следить за развитием большого проекта в следующих выпусках, а теперь о героях. В Костроме оставшиеся без присмотра взрослых дети играли с зажигалкой и случайно подожгли диван. Заметившие пожар соседи вызвали спасателей и попытались взломать дверь, но не смогли. Тем временем удушливый дым уже охватил всю квартиру и дети выбежали на балкон. Тогда один из соседей и двое прохожих решили действовать самостоятельно, забрались по водосточной трубе и начали эвакуацию детей, младшему из которых было всего два года. Как рассказали потом герои, в момент спасения думали только о том, чтобы труба выдержала. К счастью, крепления оказались прочными и все дети были успешно спущены на землю, а прибывшие работники пожарной охраны ликвидировали горение. Настоящие герои Станислав Смирнов, Джамал Гасаян и Иван Потёмкин получили награды от местных властей и будут представлены к ведомственным наградам МЧС России. Мы желаем вам доброй и бодрой недели! Текст выпуска и первоисточники ищите на сайте время-вперёд.рус. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы и клуб «Время вперёд!», чтобы принимать участие в развитии проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова